Я думаю, что этот вопрос можно по-другому поставить. Ты хочешь, чтобы твои дети были госслужащими? Кто, я? Да. Это вопрос внутренней миссии человека. Но если ты не можешь быстро ответить на этот вопрос «да», то все остальное не будет. Я, например, не знаю, что моя элита, младшая, и 11 лет, но говорить о том, что она задается таким вопросом, это неправильно. С этого начинается поставка вопроса. Но не будет хорошего полицейского, если средний украинец не захочет, что достойной хорошей вещью является быть честным, нормальным полицейским, чиновником, солдатом. Но не будет этого. В короче, можно пальцем показывать на плохих чиновников, а с другой стороны, просто говорить, ну, это меня не касается, да? Это кто-то другой, это кто-то враждующий и так далее. Я хочу напомнить, что исследования, которые проводились на полгода перед войной, кто-то мы, да, показывали, что украинцы в контакте со своей государственностью чувствуют унижение. А государственность – это производитель унижения. 24 февраля наступило сплачение, потому что украинцы сказали, что государство – это я. Но прошло несколько месяцев и все это пространство недоверия, унижения вернулось. И стоим перед очень серьезным вызовом, потому что такое впечатление, что власть закрывается, а народ поворачивает плечи в сторону. Это явный, да, показатель угрозы для будущего. И на самом деле нет диалога, нет диалога, нет канала в диалоге, нет канала в общении. Короче, распространяется культура характерна для ОПГ. Короче, все все знают, как все решается, пытаются добиваться какими-то каналами. Все знают, что институты, в которых в уставах записано, что должны чем-то заниматься, этим не занимаются, а решают это вообще кто-то другой. На вообще других уровнях и так далее, и так далее. Вот идет распад самого ценного сплаченности, которая является залогом победы. И это трагедия. Чиновники здесь не притягивают, потому что если посмотрим, чиновники, да, в этом понимании, это люди, которые на своей жизни связаны с государственностью. Политики, это другой класс, да, но кроме этих двух классов есть, скажем, дворяне, которые являются элитой элит, которые в руках держат чистую власть, власть без ответственности, потому что могут управлять процессами при помощи телефона, руководят из организаций, которых нет в Конституции, и никого будет спросить, да. Вот это структура этого. И, конечно, народ будет спрашивать с тех, кто ближе, видит чиновника, но он является носителем структурного насилия, которого эпицентр, да, которого исток, где-то далеко. И он далеко не достижемый, безответственный, не предсказуемый. Вот так, так бы это сказал, но не знаю, какой у вас подход.